Книга «Открытым оком», том 3, тема «Церковь», вопрос 1036. Сравнивая два учения, протестантское и православное, приходишь к выводу, что православие далеко ушло от той церкви первых веков и изменилось до неузнаваемости. А ведь нам дам один ориентир – Евангелие. Что мы скажем Господу? Где мы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это действительно все так. И слыша такой ответ, протестанты радуются, какие они правильные и как хорошо, что они отошли от православия. Мы-то признаем это, что у нас такие изменения во внешнем служении, а они-то за собой ничего не видят и не признают никакой вины. Ездра молился Богу, говоря, что у нас хотя бы единицы спасаются, а у окружающих народов ни одного. Точно так же можем сказать и мы по отношению к протестантам. Да, наш корабль облеплен ракушками, ход такого корабля замедляется, у нас много мусора на корабле случается, что и матросы пьют и приводят на корабль блудных женщин. Но протестантизм это не корабль, а самая большая отдельная доска, выпавшая с корабля. Вне церкви нет спасения. Смотри нашу книгу открытым оком, второй том, беседы с тиктантами, раздел о церкви. На корабле мы боремся за чистоту, можем уволить негодных матросов, выбрасываем мусор, пытаемся очистить наружное днище, но у них-то вообще получается ничего нет. У нас есть поприще и перспектива и, как видите, мы признаем свои отступления и плачем об этом и скорбим. А у сектантов, протестантов, еретиков вообще нет ни малейшего осознания той беды разделения, какую они учинили. Их родоначальники, Дафам, Аверон и Корей, число 16 глава, сошли живьем в ад. Псалом 48, 14 стих. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их.